Здравствуйте, туристы и милитаристы! Буквально вчера я делал обзор на вот этого красавца, автоматический нож Каймана Неро Экстрема Рацио. Обязательно ссылку на этот обзор я кину в конце этого видео. И, как я уже сказал, из-за законодательных ограничений Экстрема Рацио не высылает этот нож даже в те страны, где он не является холодным оружием, в частности в Эстонию. Почему? Потому что все очень просто. Их собственное законодательство запрещает высылать эти ножи. То есть там целый ряд ограничений, целый ряд условностей. И замечательнейшая, на мой взгляд, новость, потому что есть возможность все-таки для людей, которым понравился этот дизайн, приобрести вот буквально сегодня анонсировали версию Кайману Неро Нон Автоматик. То есть по большому счету это тот же самый нож, только вот здесь вот стоит N.A. Не автоматический нож с блокировкой клинка и лайнер локом. Все ТТХ совпадают, то есть это тот же самый нож. Единственное отличие, что он не автоматический. И здесь присутствуют вот такие два шпенечка под правую и под левую руку. На самом деле, ребят, я прям нахожусь действительно под впечатлением от этого ножа. И очень надеюсь, что в каком-то обозримом будущем вы увидите именно тест этого ножа. Не автоматического. Потому что самому очень интересно будет построгать, порезать, посмотреть, как он будет в деле. В общем и целом, конечно, сейчас говорить о его стоимости и о его доступности достаточно сложно. Потому что, сами понимаете, ситуация меняется буквально ежедневно. Многие компании сейчас меняют, скажем так, свои направления поставок. Очень много меняется. И не все, к сожалению, зависит ни от магазинов, ни от компаний. Поэтому будем просто держать руку на пульсе и смотреть с надеждой в будущее. Надеясь на то, что все плохое уйдет, а все хорошее вернется. Вот так. В общем и целом, конечно, нож просто охренительнейший. И я очень надеюсь, что экстремки, они выпустят танто-версию этого ножа. Потому что я уверен, что она будет просто улетной. По-другому и не скажешь. Вот так у нас выглядит. Я прошу прощения, я действительно буквально здесь на весу все это делаю. Вот таким вот образом у нас выглядят оба ножа. Как видите, дизайн идентичный. Единственное отличие в том, что одна версия автоматическая, другая, обычная, скажем так, с лайнер-локом, обычный не автоматический нож. Что еще здесь отличается? Это то, что нет вот этого вот сверху сектора заточенного. Честно говоря, я не понимаю, почему. Потому что вот как раз-таки вот этот вот кусочек кромки, он не делает, на мой взгляд, нож холодным. Но опять же, может быть, решили ребята перестраховаться. Про стоимость этой версии я вам ничего не скажу. Потому что буквально сегодня, только сегодня, она вышла в свет. Поэтому надеюсь, действительно надеюсь, в каком-то будущем посмотреть и протестировать и на кухне, и, конечно же, на улице. Потому что уже прозвучали реплики в адрес вот этих вот всех подпальцевых выемок, рельефа рукояти, я вам могу сказать, что нож лежит, сидит, сидит в ладони просто идеально. И, конечно, Экстрема – это наикрутейшие дизайны. То есть, совершенно мне нравится то, что компания абсолютно не, как сказать, не выдыхается. То есть, нет такого, что когда-то была вот какая-то такая суперэкстрема рацио, и сейчас там какие-то модели послабже. Нет, как мы видим, все модели, которые они делают новые, они совершенно не уступают по всем вот этим вот, по, скажем так, именно по экспрессии, назовем это так, по экспрессии. Очень красивые ножи, прям и любоваться, и резать. Все, спасибо за просмотр и ждем новых, как говорится, вот сейчас, конкретно сегодня, канал Архадыр – все самое интересное впереди, потому что, к сожалению, так много, как раньше я с Ивы, буквально каждый день я не смогу сейчас постить. Почему? Потому что очень медленный интернет, просто дико медленный интернет, у меня просто не получается грузить видео на YouTube, но в любом случае вы все увидите, поэтому, как говорится, не переключайтесь. Все, спасибо за просмотр, всего доброго, пока! Субтитры сделал DimaTorzok